Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня свяжем одну нимфу, которая тоже относится к серии фильмов «Учимся вязать мушку». На одной из рыбалок давайте я буду изготавливать и буду вам рассказывать. Крючок граб-шримп. Выберите для себя той толщины крючок, чтобы был достаточно тяжелым, так как это в придонной части, и наша мушка должна очень быстро проходить в толще воды, доходить до дна. Поэтому, если вы решите ловить больше поверху, тогда не огружайте. Огрузил свинцом, и нам понадобится теперь обыкновенная нить, ровница, которой вы, допустим, пользуетесь. Белого цвета слегка промажем, клеим нашу подгрузку, и будем крепить теперь материалы. Материалы здесь самые-самые такие минимальные, которые необходимы нам для изготовления. Тело я не подравниваю. Слегка вот так вот только лишь подожму свинец и накосую, чтобы нить наша не проваливалась. Сверху вот так промотаю. Нить оставляю у загиба. Сразу выставляем крючок в удобное для нас положение, так как мы будем крепить довольно-таки непослушные материалы, но они у вас, как говорится, всегда есть в наличии, поэтому не переживайте. Основное – это то, из чего мы будем изготавливать с вами. Нам понадобится для сегментирования тела проволока или леска. Но в моем варианте, как я уже вам рассказывал, желательно, конечно, использовать проволоку. Есть вот такие вот всевозможные наборы для рукоделия, которые продаются в магазинах. Подберете себе золотистую, или же, в крайнем случае, если у вас не будет, значит, можно тогда спокойно взять черную или вскрыть люрексом. Это уже не принципиально. Подхватили по всей длине, стараемся, чтобы меньше было у нас с вами горбылей. И нашу проволоку уводим в сторону. Значит, почему я взял крючок вот такого загиба? То есть, несколько больше, чем нужно. Так как мы, если мы сейчас начнем с вами крепить материалы, то у нас выйдет, заберем очень много полезной площади для подсечки рыбы. Это нежелательно. Значит, на одной из рыбалок я заметил такую вещь, что опарыш, которого я изготавливал, ловил, ну, не очень результативно. После того, когда была покрашена головка, а другой, вернее, у меня, другая нимфочка у меня была на той же основе, как и опарыш изготовлена, только единственное, что головка была выполнена из меха и сапушкой. Та работала очень хорошо. Маркером я подкрасил часть у колечка, и тогда результативность поклевок очень была хорошая. Поэтому я хочу с вами поделиться вот той мушкой, которая работает вот сейчас. Ну, не только сейчас, как говорится, круглый год. Что нам с вами еще понадобится? Теперь смотрите. Вы очень часто задаете вопрос, почему я использую те или другие материалы. Значит, я, как всегда, вам объяснял, стараюсь использовать то, что у нас есть под руками. Вот это медицинская перчатка. Из этой перчатки я вырезал вот плосочку, как вы видите, вот такой же резинки, которая продается в таких же вот наборах для вязания. Единственное, это только лишь цена их разная. И мы можем вырезать для себя ту ширину, которая нам необходима. Поэтому, если у вас имеются такие наборы, пожалуйста, используйте. Желательно, чтобы это было цвет белый, близкий к молоку, так как мы с вами имитируем личинку опарыша. Следим за тем, чтобы материал лег насколько возможно ровно. буквально до середины загиба. Больше не усердствуем. Этих материалов нам будет вполне достаточно. Теперь мы с вами опять поставим крючок в удобное для нас положение. Пока больше нам не надо здесь ничего. Берем, расщепляем нить. Или, если вам будет так удобно, можете сделать даббинговую веревочку. И берем даббинг. Значит, даббинг нам понадобится, если вот камера сможет передать, вот такого светлого-светлого фосфорицирующего цвета. Есть белый, используйте белый. Есть светло-серый, используйте светло-серый. Так как это не столь важно. Главное, чтобы он был достаточно светлым. Количество даббинга. Вот здесь нам необходимо брать не очень много. Для чего? Чтобы мы могли в дальнейшем нашей проволокой по резинке хорошо продавить и просегментировать тело. Только лишь для этого нам это необходимо. Установим, вот как я установил для себя в удобное положение. Добавим совсем небольшое количество. В качестве, как я уже неоднократно вам показывал, я использую клей, ваксы. Если у вас имеются другие ваксы, используйте свою ваксу. Не стремимся взять очень много. Взяли вот так вот щепоточку нашего меха, и буквально мелкими-мелкими вот такими порциями вставляем в расщепленную нить. Стараемся так, чтобы не было скученности материалов. Закрыли нашу нить, подровняли даббинг, сколько нам необходимо по всей длине рассредоточили. Опустили катушку вниз и прокрутили. Как вы видите, вышла вот такая даббинговая веревочка. И начинаем теперь от самого, как говорится, загиба, не сильно нагромождая материал. Здесь уже не принципиально, куда уже у нас торчат ворсинки, так как мы с вами изготавливаем подложку, которая будет служить нам для изготовления тела. И вот приблизительно такого количества, как у меня вышло, нам достаточно. Эти остатки, которые вот имеются, желательно выщипать или же срезать, так как они в дальнейшем нам дадут скученность материала. Теперь сделаем завершающий узел и мы с вами будем менять нить на более тонкую, черного, коричневого, любого оттенка, так чтобы мы могли с вами здесь уже завершить нашу нимфу. Я обычно для того, чтобы подровнять тело и было более симпатично, как всегда использую вот такой инструмент, подровнял сколько мне нужно, посмотрел, все достаточно. Нет, можно взять спокойненько и потом ножницами это все состричь. Кстати, скажу вам сразу, вот у нас уже имеется один из вариантов, который можно изготовить мушку. Можно не обматывать, а сейчас просегментировать, сделать перо и также вот такая нимфочка будет хорошо ловить. Мы подготовили. Теперь я беру, опять устанавливаю крючок в удобное для себя положение и начинаю, слежу за тем, чтобы моя резинка не комкалась, а была, ложилась ровно в натяжку, в виток, вот так, с нахлёстом к витоку. Начинаем наносить нашу резинку на тело. Если по каким-либо вот у вас причинам не совсем ровно ложиться, это не страшно, так как мы с вами потом хорошо продавим и все вот эти элементы, ворсинки, которые у нас пытаются вылезти, они все потом попрячутся. так же можно пройти взад, вперед, по одному месту два, три раза. Качество нашей мушки от этого хуже не будет. все, вот мы с вами, как вы видите, дошли до места, где должны закрепить резинку. Выполним здесь парочку хороших оборотов, чтобы наша резинка никуда не убежала. Я беру обычно обыкновенный перодержатель, подхватил резинку, она под весом держится. берем теперь нить. Нитку я беру достаточно тонкую и в то же время крепкую. И сразу закрепим наш материал. Остатки удаляем. и как всегда на место крепления нанесем капельку клея. Теперь хорошо это место должны мы подхватить. Вот так будет пока достаточно. Чтобы нить не убежало, я опять сделаю узелочек и оставляем нить. Теперь переходим к нашей проволоке. Что здесь важно? Не имеет значения в какую сторону вы начнете сегментировать, но желательно так, чтобы мы выбрали тот угол, который допустим хорошо будет показывать ребра и все элементы нашей нимфы. Поэтому давайте мы сейчас поставим опять крючок в удобное положение и будем выбирать тот угол. У загиба как всегда я выполняю один полный оборот. и теперь нашей проволокой продавливаем хорошо ребрышки. Вот как вы видите они достаточно симпатично продавливаются и хорошо видно. Как каждая резина также вот и это из медицинской перчатки боится солнца. Поэтому желательно чтобы вы свои вот такие приманки на солнце не держали потому что резина становится потом желтой. Сделали один полный оборот. Закрепим нашу проволоку и подготовим перышко павлина. Мы с вами я закрепил буквально парочку бородок павлина и теперь нам необходимо в этом месте буквально вот считайте зайти немножко на тело сформировать грудку вот такую симпатичную без опушки без лапок без ничего стараемся сделать вот такое нагромождение и у колечка буквально не доходя пару миллиметров чтобы не было у нас некрасиво вышла головка закрепим материал ну а теперь сформируем головку удалим материалы вот и все друзья мои как вы видите вот такая личиночка опарыша чем-то напоминает ручейника готова к работе теперь можно спокойно если вы захотите используя вот все возможные спиртовые вот такие маркеры которые у вас имеются разных оттенков пробуйте я я пробовал допустим в оранжевом оттенке понятное дело будут работать почти всегда но в таком варианте подкрасить вы всегда успеете благодарю вас за внимание до скорых встреч до встречи до встречи до встречи до встречи Продолжение следует...